На днях в соцсетях хайпанул Моруан Филайни. Самый знаменитый человек-микрофон мирового футбола избавился от роскошной шевелюры, которая была его известной карточкой вкупе с подключениями в чужую штрафную. Гол-24 предлагает вспомнить футболистов, которые кардинально изменили имидж. Лионель Месси Прости, Лео, на нашем канале уже было специальное видео. Месси на протяжении всей своей карьеры потихоньку преображался. Такой резкой смены стайла не позволял себе даже Роналду. Длинные патлы в 2008-м. Челка, фейт, борода, милирование. Самая радикальная перемена произошла с ним после поражения от Чили в финале Копа Америка в 2016-м году. В один особенно тяжелый день я решил покрасить волосы. Мне нужно было начать новую жизнь. Я сказал себе, надо измениться и начать все сначала. Дэвид Бэкхэм После того, как молодой селебрити МЮ начал встречаться с Викторией Адамс из Spice Girls, он ударился в жизнь гламура. Алекса Фергюсона это очень бесило. В его команде, напичканной друзягами типа Гигза, Скоулса и Кина, не было места для глянца. Ну а Бэкс любил пощеголять на публике и постоянно менял стиль. Длинные волосы, щетина, лысый череп. Под конец карьеры стильная стрижка. Дэвид всегда был на стиле. Однажды он на неделю не появлялся на публике без шапки. И вся английская пресса только и обсуждала, что же Бэкхэм сделал с волосами. Перед игрой АПЛ он снял шапку и продемонстрировал стрижку под ноль. Дэвид определял моду. Видео создано при поддержке 1xBet. Множество спортивных дисциплин. Надежные выплаты. Ссылка в описании. Серхио Рамос Вы же помните молодого Серхио с длиннющими волосами, который начинал великую карьеру в Мадриде на правом фланге обороны? С годами все поменялось. Рамос перебрался в центр обороны. Состриг волосы и отрастил крутую бороду. Серхио любит поэкспериментировать со стилями и всегда следит за трендами. Брутальность и стиль – ключевые слова в описании его имиджа. Футболисты сборной Румынии В последнее время футболисты часто красят волосы. Неймар, Рэмзи, Ливандовски, Дебала, Агуэра, да тот же Месси. Все они становились блондинами или даже милировались под серебро. Но всех переплюнули игроки сборной Румынии на чемпионате мира 1998. Перед турниром Георгий Хаджи, Дан Петреску и компания дали обещание, что покрасят волосы в случае выхода из группы. Тогда у румын была мощная команда. Они оформили выход в плей-офф уже во втором туре, и на третий матч все вышли в образе блондинов. Не покрасил волосы только Богдан с теле. Из-за отсутствия растительности на макушке. Валерий Карпин Устоявшийся имидж и у Карпина. Но в 2016 году он решил состричь роскошную шевелюру. Смотрелось очень странно и даже забавно. Теперь тренер Ростова порой отращивает бороду, прибавляя плюс 10 к брутальности. Давид Сильва Примерно та же история у Сильвы. Только Давид перед началом прошлого сезона сбрил все волосы напрочь и отрастил черную бороду. Мама Сильвы — японка. И это придает его внешности особого колорита и сходство со средневековым самураем. Дидье Драгба Все мы привыкли к длинным волосам Драгба, который ближе к концу карьеры собирал их в хвост. Оттуда и пошло прозвище «Вождь». Теперь Дидье не узнать. Но на удивление лысый череп ему тоже идет. В любом образе он остается легендой. Вагнер Лав У Вагнера на протяжении карьеры была традиция красить свои фирменные косички в цвета команды, за которую он играет. Красно-синие в ЦСКА, красно-черное во Фламенго, зеленое в Палмейросе. Сейчас Лаву 34, он все еще регулярно забивает. Теперь в составе Бешикташа. Но в другом образе. Волос на голове одного из сильнейших бразильцев в истории российского футбола вы теперь не найдете. Федор Смолов На обложках разных журналов постоянно мелькает Смолов. Еще совсем недавно он считался лучшим российским форвардом в лиге, потому надо было соответствовать статусу и на подиуме. Смолов красил волосы, брился под ежик, отращивал бороду. Но самый странный его стайл — усы. Еще до того, как Черчесов запустил эту моду. Правда, с ними Федор проходил недолго. Он заключил контракт с фирмой «Жилет» и теперь должен быть всегда гладко выбрит. В прошлом видео мы спросили вас, фанаты ожидали от этого итальянского клуба быть в десятке в этом сезоне. Но на данный момент это единственная команда из топ-10 чемпионатов, у которой одно очко. О каком клубе идет речь? Ответ — Кьево. Команда из Вероны после 13 матчей идет на последнем месте с одним очком. Более того, Кьево был оштрафован и начал сезон с минус 3 очками, что никак не входило в планы болельщиков и команды. Далее следующий вопрос. На чемпионате мира 1998 румыны поразили командным образом в третьем матче группы. Что они обещали сделать в случае выхода в четвертьфинал? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Субтитры создавал DimaTorzok